Кемерово. Это не только угольная столица России, это еще и богатый чудесами и чудесными людьми город. К одному из них мы и отправились сегодня в гости. Знакомьтесь, отец Алексий Курлюта. Сегодня уже почетный настоятель Никольского собора города Кемерово. Здравствуйте, вот мы и добрались до вас. Спасибо, Господи. Спасибо. Он приехал сюда в 1966-м, когда на этом месте была лишь маленькая деревянная церковь, а сегодня стоит Величественный собор. Святитель Николай, у него расчастится мышцей, там же, в этом вот, в иконе. Вот здесь у нас Иоанн Русский, вот, пожалуйста, Филарет Московский, вот, Иоанн Тобольский. Присутствует здесь, своим нетленным телом присутствует здесь. Это такая святыня, такая радость. С невероятным трепетом он рассказывает про каждый уголок этого храма, где прослужил больше полувека. Икона Божьей Матери, это монахини во время безбожья молились, земляночки молились и хранили эту икону. А потом храм открылся, они передали в храм. Алексей, человек Божий, это мой небесный покровитель. О том, что у него есть и небесный покровитель, и ангел-хранитель, и что везде и всюду Господь, он узнал еще в детстве. Тогда же он впервые побывал на грани жизни и смерти. Во время Великой Отечественной их дом в Западной Белоруссии попал под обстрел. Страшный виск бомбы, свист такой страшный, пронизительный. Мы к земле все приликнули, и взрыв, громадный взрыв, вот недалеко бомба разорвалась. И даже осколки от этой бомбы пошелестили по деревьям, шелест такой. Но мы остались все живы и здоровы. Мы сознавали, что Господь спас нас, потому что мы могли погибнуть там же все. Ну, это милость Божия. Это вот первое чудо, конечно, было. В другой раз уже во время службы в армии он снова едва не простился с жизнью. Решили с сослуживцами искупаться в реке. Течение уже меня захватило, я стал тонуть. Увижу, что ребята тут бегут по берегу, чтобы меня спасти, а у них ничего нет. Матерь Божия, спаси, сохрани. Потому что у меня отшутился под ногами грунт, земля, вот эта молитва усердная. Господь меня и спас. И после этого второго чудесного спасения молодой человек понял, что хочет посвятить свою жизнь Господу. Поступил в Минское духовное училище, а после выпуска получил назначение в Сибирь. В 66-м году вообще что здесь было? Здесь вот был деревянный храмик в советское время. Нельзя было вообще ничего не строить, не ремонтировать. А мы добились реконструкцию храма официально в райисполкове. Во время строительства этого величественного собора тоже не обошлось без чудес. Был случай такой, что один из работников, этих рабочих, стоял на стене и уже чуть-чуть падает. Только чудом схватился за эту ферму. Господь, святитель Николай, спас. Кто-то живет не видя чудес, а у него вся жизнь, кажется, только из них и состоит. Однажды по дороге из Кемерово в Новосибирск машина, в которую он ехал, потеряла управление. Потом сильный удар в бровку. Вот я говорю, Матерь Божия, спаси. Он так, знаете, молился. И потом, значит, машину перевернуло кругом. И на втором витке на крыше машина осталась в сугробе, в снегу. И говорю, Сережа, ты живой водитель? Он, батюшка, живой, живой. Это чудо Божие, только чудо. Даже говоря о семье, иначе как чудом, ее отец Алексий не называет. Трое детей, 17 внуков, 21 правнук. И все православные. И это отношение к жизни, как к великому чуду, он передал и своей семье. У нас сейчас семья Курлюд, 10 священников. Это же как не чудо. Каждый день это чудо, потому что Господь нас ведет. Чудо даже в том, что я живу столько лет. Вам 94. Да. Вот расскажите секрет. Жить надо с Божьей помощью, конечно. Всегда надеяться на милость Божьей, на помощь Божьей. Помнить Бога, просить помощи Божьей, укрепляться в вере. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Александр Гаврилов, Юрий Барковский, телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин feature